Добрый день! Мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых видео на моем канале. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня на календаре 14 октября, киевское время 18 часов. И я хочу начать свое видео с поздравления. Как-никак сегодня 4 праздника. 4. Начиная от религиозного, очень для нас значимого праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Также сегодня Украина отмечает день рождения казацтва. Это наши исконные традиции вольных казаков. Вольных. Это ключевое, на мой взгляд, слово. Сегодня день рождения Украинской повстанческой армии. В 1942 году она была сформирована. И сегодня день защитников и защитниц Украины. Мы выровняли в гендерном праве женщин и мужчин. Поэтому для нас одинаково. Все, кто с оружием в руках, сражаются за нашу свободу, за нашу независимость. Мы их всех считаем защитниками. Кто служил, кто имеет отношения, кто сегодня помогает фронту. И борется на своем фронте. Всех я поздравляю с этими светлыми праздниками. И несмотря на войну, на такие тяжелые условия, праздновать мы будем уже после победы. Но, тем не менее, забывать о этих праздниках нельзя. И честовать наших воинов и защитников необходимо. Поэтому честь им и слава. Вечная память погибшим. С праздником. Итак, мы начинаем оперативную обстановку за прошедшие сутки. И она на сегодняшний день складывается следующим образом. Агрессор продолжает сосредотачивать свои усилия на попытках реализовать свои планы по выходу на административную границу Донецкой области. А также по удержанию захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Не удивляйтесь, да, есть отдельный чуть-чуть маленький кусочек Николаевской области, который, да, захвачен, находится под контролем пока что еще оккупационных российских войск. Противник обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии фронта. Осуществляет инженерное оборудование позиций. На отдельных направлениях ведет воздушную разведку. Набирает резервы. Проводит мобилизацию. И вербует наемников. Причем наемников вербует уже не только в Российской Федерации и Республике Беларуси, но и за границей. Пока страны конкретно не указываются, но тем не менее. Об этом чуть далее я скажу. Враг не прекращает наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам нашей страны. За минувшие сутки пострадали объекты и мирные жители в населенных пунктах Броды, Наливайковка, Киевской области, Николаев, Никополь и другие. Для нанесения ударов враг использует крылатые ракеты, авиационные ракеты, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты иранского производства. В целом за минувшие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных удара и 16 авиационных ударов. Также было нанесено более 70 огневых ударов реактивными системами залпового огня. Противник обстрели по ситуациям на оперативных направлениях. Начнем, как всегда, с Волынского и Полесского направления. Здесь ситуация на самой границе не изменилась, она остается стабильной, без активных действий. Но меняется ситуация в Беларуси. Причем меняется очень резко и меняется в худшую сторону. Лукашенко сначала вроде как объявил о введении режима контртеррористической операции. До этого Беларусь находилась в условиях мирного времени, просто войска проходили внезапную проверку боевой готовности. Но потом он журналистам уточнил, что режим контртеррористической операции пока что не введен, но объявлен режим повышенной террористической опасности. На фоне этого он объявляет мобилизацию. Она будет проходить под видом проверки боеспособности. Имеется ввиду то, что они сейчас проводят. Теперь они, помните, они рассылали повестки, проверяя систему оповещения в мобилизационной цепочке. Теперь они решили провести, отмобилизовать частично, отмобилизовать личный состав. Это будут элементы скрытой мобилизации. На первом этапе она не затронет крупные города. В первую очередь будет мобилизовано сельское население. Ну такая дифференциация, скорее всего, связана с тем, что в городах, в крупных городах это может вызвать большие протесты. И он решил начать с малого. В деревнях кто там пойдет митинговать. Кстати, сельское население показало меньшую активность в протестах на 2020 году, когда он нарисовал себе незаконную победу на выборах президента Белоруссии. И также самый большой упор они будут в ходе этой мобилизации делать на те военно-учетные специальности, которые дефицитны в российской армии. Внимание, в российской армии. Доукомплектованность частей, по словам Лукашенко, уже развертывание вот этой совместной группировки белорусско-российской, как элемента системы безопасности союзного государства, уже началось, как он заявил. А эта группировка будет состоять из белорусов и россиян. Ну, разные цифры пока мелькают. Но, что самое интересное, что Лукашенко начинает рассылать повестки. Россия, скорее всего, будет перебрасывать туда людей. Мы помним о том, что 20 тысяч должно туда заехать. Это мобилизованных. Но на пока наша разведка говорит, что на территории Белоруссии находится всего-навсего около тысячи военнослужащих, вооруженных сил Российской Федерации. Это расчеты ракетной бригады «Искандер», которая разбросана вдоль границы. Это расчеты комплексов С-300 и С-400, которые прикрывают воздушное пространство. И это две радиолокационные станции, я вам говорил, которые расположены на территории Белоруссии дальнего радиолокационного обнаружения или дальней радиолокационной разведки. Вот там они принадлежат вооруженным силам России и Балтийскому флоту, кстати, они принадлежат, подчиняются. И там тоже российские военнослужащие. Вот всего-навсего их тысяча человек. Но, тем не менее, видите, что это для нас? Для нас это ухудшение в том плане, что нам придется еще более бдительно наблюдать за развертыванием этой группировки. Но скажу так, что это не угроза завтрашнего дня, это угроза на перспективу. Вполне возможно, что либо к середине зимы, а может быть и к началу весны, посмотрим, как будет идти мобилизация в России. Там есть нюансы уже. Уже даже Путин отчитывается про эту мобилизацию, тоже далее я вам об этом расскажу. Поэтому будем наблюдать, как будет разворачиваться, куда они их поселят, куда они их привезут и так далее. Как только эшелоны пойдут с личным составом из России в Беларусь, мы будем об этом сразу знать. Но на пока идут эшелоны из Беларуси в Российскую Федерацию с техникой, вооружением и боеприпасами. Так что процесс пока непонятный. С одной стороны Беларусь вывозит военно-техническое имущество, которое могло бы вооружить эту группировку. По идее надо было накапливать эту технику и боеприпасы на полигонах, куда потом бы прибыли войска и взяли бы ее на вооружение и разворачивались на базе этой техники. Но пока ситуация развивается как-то непонятно. С одной стороны Беларусь начинает непонятные телодвижения, с другой стороны Россия технику вывозит, а личный состав пока еще завозить не начала. Но чтобы вы были в курсе, что вот такая вот ситуация. Что касается остальных направлений, на северском направлении у нас обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в Цунской и Черниговской области. Также продолжаются остальные направления Слобожанская, Краматорская, Бахмутская, Авдеевская, Новопавловская и Запорожская обстрелы. Новопавловская и Запорожская минимальная боевая интенсивность, то есть позиционные бои, обмен огневыми ударами. На остальных направлениях, которые я перечислил, идут активные боевые действия. Что касается пострадавших районов, то вот на Запорожском направлении пострадали районы населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. От огня оккупантов напрямую пострадал Никополь и Выше Тарасовка. Два населенных пункта, которые подверглись артиллерийским ударам, я так понимаю, реактивных систем залпового огня со стороны российских оккупационных войск. В городе Энергодаре 10-11 октября на территории атомной станции отмечено увеличение личного состава российских оккупационных сил. По имеющейся информации, оккупанты используют станцию как базу для размещения личного состава в связи с тем, что объект не обстреливается. То есть, видите, они сами себя сдают. Вот в том плане, что с одной стороны они пытаются нам рассказать всему миру, что мы обстреливаем территорию станции, с другой стороны они размещают на станции личный состав, именно по причине того, что Украина никогда не будет стрелять по территории атомной станции. Это еще раз доказывает лживость российских войск и их сущность раскрывает. Также враг усиливает режимные меры на блокпостах вокруг Мелитополя. Для проведения тщательных обысков присутствуют теперь представители ФСБ Российской Федерации. Вместе с обычными военнослужащими. То есть, военных усилили ФСБшники. Очень боятся наступления вооруженных сил Украины на Мелитополь. Поэтому идет тщательная борьба и принимаются меры усиления комендантской службы для борьбы и выявления партизан или движения сопротивления на этих территориях. Ну, пусть попробуют поймать наших партизан. Для пополнения потерь в живой силе российское военное руководство не прекращает практику вербовки наемников. Это вот то, что я вам говорил в начале. В частности, граждане других стран вербуются в вооруженные силы Российской Федерации. На каких условиях пока неизвестно. Каких стран тоже пока неизвестно. Но я думаю, мы в ближайшее время наша разведка нам об этом расскажет. Итак, стало известно о прибытии около 400 иностранных боевиков на временно оккупированную территорию Республики Крым. 9 октября текущего года. То есть, 5 дней назад в Крым прибыло до батальона наемников, которых завербовали в государствах за рубежом. То есть, в других странах, не граждане Российской Федерации. Это все пойдет на... Так как законодательство не предусматривает подписание контракта с вооруженными силами России, российское законодательство. То я так понимаю, что эти все наемники пойдут в состав частных военных компаний, которые воюют на территории Украины. Да, должен отметить, что на сегодняшний день уже даже в России в пабликах пишут, что ЧВК Пригожина это уже такой серьезный армейский корпус с тяжелой техникой и вооружением из авиации. То есть, у них даже есть штурмовики и вертолеты огневой поддержки. Так что, довольно большая организация вырастает и вот этот корпус уже получает все больше и больше участков на Донецком направлении. Он меняет на позициях, на позициях меняет второй армейский корпус, подразделение, точнее второго армейского корпуса, который был сформирован на базе мобилизованных в этих отдельных районах Донецкой и Луганской области. Кроме того, в Приморско-Ахтырске, это населенный пункт Краснодарского края, до 1 ноября приостановлена отправка мобилизованных лиц в учебные центры вооруженных сил Российской Федерации. Все потому, что эти учреждения не готовы размещать, обучать и комплексно обеспечивать большое количество персонала. Вот это то, что я вам говорил, что мобилизационная система Российской Федерации уперлась в свои возможности. То есть, они захлебываются этим личным составом, который прибывает, а не успевает его обрабатывать и пропускать через свои вот эти пункты сбора, отправлять на учебные центры и так далее. Поэтому волна сейчас затормозилась, сейчас идут повестки и они начали избирательно мобилизовать по региону. Они делают дифференцированно, они разделили вот эти первые 300 тысяч, пока я так понимаю, речь идет о 300 тысячах. До конца года вроде как полмиллиона они хотят, в первую волну они хотели 300 тысяч. На самом деле, наша разведка говорит, что они собрали чуть больше 100, Путин, я сегодня об этом скажу, дает другую цифру, почти в два раза больше. Но ему верить, вы знаете, он любитель сказок, мультфильмов о будущем, но не о настоящем. Но тем не менее, они на сегодняшний день, что они сделали? Они сделали дифференциацию, то есть разделили на волны. Сейчас будет вторая волна и эта волна будет начинаться поэтапно, в одном, втором, третьем регионе, постепенно начинаться с определенным временным интервалом. И когда, допустим, доходит вторая волна до последнего региона, то в первом регионе начинается третья волна мобилизации. Ну, во-первых, чтобы успеть отловить народ, именно отловить, так как я и говорил, уже в крупных городах начинаются облавы по местам компактного проживания, общежития, места общественного транспорта и так далее и тому подобное. То есть, те, кто законопослушный по повестке уже пришли, те, кто идеологически настроенный на войну был, уже пришли, остальных будут ловить, остальные идти не собираются. Кто смог, тот уехал, кто не смог, тот будет сейчас прятаться и будет охота на зайцев. То есть, Росгвардия расчехляет дубинки и начинает облавы по вручению повесток. Итак, продолжаем оперативную обстановку. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбивали атаки противника в направлении населенных пунктов Терны, Опытная, Веселая, Невельская, Одрадовка, Иванград, Бахмут, Новая Каменка и Сухистовок. Сухистовок, Сухистовок. Видите, сегодня география раза в два больше, то есть за прошедшие сутки все донецкое направление было в атакующих действиях со стороны частных военных компаний, в основном частных военных компаний, воюющих на этом направлении. Да, действительно есть данные, что в районе Бахмута российские оккупационные войска имели частичный успех, продвинулись на 1-2 километра в сторону Бахмута. Вот. Но и сейчас пытаются закрепиться на этих позициях. Ну, я так понимаю, что наши войска будут предпринимать попытки для того, чтобы их оттуда выбить. Ну и насколько поступает информация, я так понимаю, в ближайшее время Генеральный штаб вооруженных сил Украины намерен решать вопрос более кардинально с донецким направлением. Почему? Потому что Россия опять обращает на него внимание и туда усиливает туда прибытие резервов, которые формируются в частности наемников. За минувшие сутки подразделения воздушных сил нанесли порядка 25 авиационных ударов, подтвержден ущерб более 19 участков сосредоточения живой силы и техники противника, а также 6 зенитно-ракетных систем противника уничтожено. Кроме того, наши подразделения ПВО сбили 5 крылатых ракет и 9 беспилотных летательных аппаратов. Вот такая статистика за прошедшие сутки на сегодняшний день. Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы и техники противника. Два склада боеприпасов, в зону поражения огнем попала и вражеская станция радиоэлектронной борьбы. Ну, приведу вам, думаю, это всех нас интересует, приведу вам статистику. Ура! Наконец-то на Генеральный штаб опубликовал статистику на 12 октября, данные с 23 февраля по 12 октября текущего года, о применении ракет Российской Федерации. Всего за период массированного вторжения российских войск на территорию Украины, российские войска применили, по нам с вами, 1844 ракеты. Сбита силами ПВО страны, сбито 609 ракет. То есть, практически 30%. Ну, как для ПВО, я вам уже говорил, это очень хороший результат. В связи, ну, учитывая то, что у нас нет противоракетной обороны. Но, тем не менее, две трети, все равно, к величайшему сожалению, достигли цели. По категориям ракеты. Самое большое или самое массовое применение ракет, это ракеты «Искандер». Баллистические ракеты комплекса «Искандер». Их было выпущено по Украине за это время около 900 штук. Сбитых всего-навсего 124 ракеты. Самый маленький процент сбития. Баллистические ракеты, система ПВО сбивает хуже всего. Поэтому, вот такой вот коэффициент полезного действия. Очень низкий. Далее идут крылатые ракеты «Калибр». Их было выпущено по территории Украины 500, около 500 штук. И сбитых 272 ракеты. Более 50%. Что не может не радовать. Очень неплохой результат, как для системы ПВО. И на третьем месте ракеты класса «Воздух-Земля». Это типа Х-101, Х-555. Этих ракет было выпущено по Украине 444 штуки. И сбито 213. Тоже коэффициент полезного действия нашей системы ПВО по этим ракетам составил 50%. Чуть менее 50%. Так что, вот такая вот результативность нашей системы ПВО. Но вот если мы к этим 30% по общей численности я беру, добавим еще противоракетную оборону, которая нам может дать гарантированно, ну как минимум 50-60%, мы получим довольно хорошую совместную цифру. Так что, будем надеяться, что системы ПВО придут как можно быстрее и мы как можно быстрее развернем их на территории Украины. И начнем создавать уже глубоко эшелонированную, многоуровневую, это имеется в виду и тактический, и оперативно-тактический, и оперативный, и стратегический уровень системы противоракетной и противовоздушной обороны страны. Далее, на этом как бы военные новости мы заканчиваем и немножко обсудим военно-политические новости, которые происходят в Украине и вокруг нас. Что надо отметить? Появилась информация о том, что правительство Российской Федерации надеется отремонтировать Крымский мост к июлю 2023 года. То есть, все эти лозунги сделаем за три дня, потом за три недели, на сегодняшний день вылились в 10 месяцев, в 9. Ну, как у женщины практически, 9 месяцев они планируют окончить ремонт этого моста. Значит, это говорит о том, что повреждения довольно серьезные. И надо надеяться на то, что грузоподъемность этого моста резко снижена в результате повреждений, и, соответственно, объем техники и вооружений, которые по нему будут прогоняться, будет резко уменьшен. Для нас это очень хорошая новость. Ну, а как бы злые языки в социальных сетях, или, ну, наверное, не злые языки, наоборот, надо сказать, а наши граждане с хорошим чувством юмора и те, кто нас поддерживает, уже сказали, что это специальное затягивание сроков, чтобы никто не мог сбежать с полуострова Крым. Почему? Потому что сухопутным коридором, ну, воспользоваться, наверное, не удастся ввиду военной обстановки, там, где пролегает этот сухопутный коридор. Далее, Литва отчиталась о том, что закончила ремонт гаубиц PZH-2000, которые мы отправляли туда. Да, помните, я вам говорил, что эти гаубицы, они, как немецкие машины требуют, как все немецкие машины, можно, наверное, так сконстатировать, требуют довольно тщательного технического обслуживания. И у них ресурс довольно небольшой, месту между ТО. Вот, но Литва довольно быстро справилась, уже эти гаубицы возвращаются в Украину, отремонтированные, технически обслуженные и готовые к боевому применению. Далее, следующая новость, очень интересная новость, которая опубликовала издание Financial Times. Довольно такое солидное издание, но написало такую интересную информацию. Украинская армия способна отвоевать Херсон на следующей неделе. Оптимизм просто, ну, через край, я бы сказал. Я бы не был, наверное, таким оптимистичным, что на следующей неделе мы отвоюем Херсон. И вот Financial Times пишет, что, как прогнозируют офицеры армии стран Запада, украинские войска способны деоккупировать Херсон и окончательно вернуть контроль над правым берегом Днепра на следующей неделе. Ну, знаете, хочется сказать ваши слова до бога уши. Будем только приветствовать, если нашим вооруженным силам удастся такое осуществить. Ну, а так, продолжаем в них верить и надеяться, что они освободят Херсон, рано или поздно все равно освободят. Далее, следующая новость, которая нас тоже взволновала очень сильно многих, потому что компания Илона Маска SpaceX начала, ну, я бы так сказал, такое скандальное разбирательство с Пентагоном. Именно с Пентагоном, не с нами, а с Пентагоном, но касается именно нас. Они написали письмо Пентагону, эта компания SpaceX написала Пентагону письмо в том, что они хотят получить деньги за предоставление трафика по системе StarLinks, по системе этого космического спутникового интернета на территории Украины. То, что они предоставляют. Они жалуются на то, что трафик намного больше, чем у обычных потребителей. Ну, конечно, понятно, намного больше, если мы его используем в качестве канала в связи. Вот, и говорят, что они не требуют деньги за вчерашний день и за сегодняшний, они требуют деньги за завтрашний день. То есть, они хотят, чтобы далее, там, с момента получения этого письма, Пентагон до конца года, ну, во всяком случае до конца года, начал оплату использования этого интернет-трафика через систему Starlink. Говорят, что они уже понесли убытки, порядка, там, по-моему, 80 миллионов цифра фигурирует долларов США. Ну, не знаю, я думаю, что Илон Маск, SpaceX и Пентагон разберутся между собой. Почему? Потому что программа Starlink частично является заказом Пентагона. И Пентагон участвует в финансировании этой программы. Так что, я думаю, что они решат между собой, кто будет платить, сколько и кому будет платить за этот предоставленный интернет. Ну, нам, надеюсь, что это никак не повлияет на качество связи в наших вооруженных силах или в тех организациях и учреждениях, которые используют Starlink в качестве спутниковой связи, спутникового интернета. Путин сделал заявление в своей речи в ходе саммита в Казахстане, в Астане. Он сказал, что необходимости массированных ударов по территории Украины на сегодняшний день нет. Во всяком случае, сейчас. Пока другие задачи, сказал Путин. Ну, это ничего не означает. Вы же понимаете, что это вот к тому, что Путину верить, себя не уважать. Если Путин сказал, что нет необходимости, значит для него это крайняя необходимость. Но будут ли эти удары, на сегодняшний день сказать очень трудно. Думаю, что могут они повторить. Есть такая вероятность. Но для этого им понадобится какое-то время, несколько недель для того, чтобы собрать в кучу такое количество ракет. Или хотя бы подобное. Также он отметил, что сейчас мобилизовано, внимание, 222 тысячи человек. В течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены, сказал Путин. Ну, я думаю, что цифра завышена. Тоже в этом плане как бы не готов поверить Путину. Это первое. И второе, сроки тоже занижены очень сильно. Что за две недели они все закончат. Я думаю, что это, скорее всего, связано, опять же, с внутренним потреблением для граждан Российской Федерации. Почему? Потому что в российском обществе начинает нарастать волна недовольства призывом. Потому что грибут всех подряд. Это первый момент. И второй момент. Уже начали приходить первые похоронки. Второе, мобилизованные публикуют видео, где нет условий для проживания, демонстрируют. И то, что их не хотят обучать, а сразу пытаются бросить на фронт. И причем в самые горячие места, где огромная проблема с укомплектованностью частей и подразделений на фронте. И вот для того, чтобы погасить эту волну, Путин им говорит, что тихо-тихо, успокойтесь. Мы уже 222 тысячи набрали. Причем, видите, какая-то цифра такая симметричная. Путин любит симметрию в цифрах. Кстати, наше вторжение он начал не в симметричный день. Так что, я думаю, что в этом случае удача от него точно отвернется. Пропустил он то число, в которое хотел начать эту кампанию, чтобы оно было красивым и симметричным. Но, тем не менее, получается так, что он просто их пытается успокоить. Что через, потерпите еще 2 недели, и через 2 недели военкомы прекратят вместе с Росгвардией облавы и вручение повесток там, где. А видите, получается так, что можно сделать вывод, судя по обстановке, что решили в эти 2 недели чуть-чуть дожать и начали облавы. То есть, отлов начался сильнее, а Путин говорит, не пугайтесь, мы скоро это прекратим. Так что, примерно, я так расцениваю. Ну, и 2 еще таких, 2 наших внутренних новости. Это заявление министра обороны нашего пана Резникова о том, что у Российской Федерации осталось еще около 300 иранских дронов. Ну, вот цифра как-то немножко удивила и даже слегка шокировала. Почему? Потому что ранее наша разведка говорила, что всего около 300 получили. Сегодня мы знаем, что их уже использовано больше 100 и надеялись, что их осталось там меньше 200, а тут бах, выясняется, что еще около 300 дронов. Получается, что Российская Федерация их получает в большем количестве, чем мы знаем или чем публиковалось в открытых средствах информации. И на сегодняшний день Российская Федерация, вот то, что говорил президент Зеленский, планирует еще получить партию в несколько... Ну, Зеленский сказал, президент Зеленский сказал, 2400 они планируют получить. Ну, а пан Резников сказал, что по его словам, расисты планируют приобрести еще одну партию на несколько тысяч таких дронов, как мы их называем в народе мопедов. Но пока уверенности в том, что это произойдет, нету. Ну, будем посмотреть. Короче, я так понимаю, что надо не считать чужие дроны, особенно российские, а просить у наших партнеров западных средства радиоэлектронной борьбы, средства ПВО, и закрывать наше небо любыми средствами, в том числе и в борьбе с этими дронами. Ну, и еще одна, на Пасашок, в России осталось только 25-28% высокоточных ракет, от того количества, которое было на 24 февраля. Это заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Пан Данилов. По его словам, РФ с каждым днем становится слабее, однако ракет советского образца, например, С-300, у нее еще осталось много. А вот высокоточных осталось, ну, примерно, он говорит, что третья часть. Но при этом, и при этом говорит, что не игнорируйте тревоги. Ну, я полностью с ним соглашусь. Опять же, видите, мы с вами говорили и подтверждались мои слова тем, что действительно нету никакой информации по наличию, сколько же их было до начала вот этого массированного вторжения. Толком никто не знает. Если разведка это разузнала, то дай бог, чтобы это было так. Но в любом случае еще 30%, как минимум 30% есть. Так что это много, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, берегите себя. Ну, а мы с вами на этом военную и военно-политическую часть нашего видео будем заканчивать. Итак, я по традиции сделаю небольшой перерыв. Вы за это время можете подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых видео. Ну, и поставить лайк, если оно вам нравится. Через некоторое время мы с вами продолжим. Итак, приступаем ко второй части нашего с вами видео, а именно это ответы на ваши вопросы, которые сегодня прозвучат. И первым вопросом сегодняшнего видео будет следующий. Привет из Австралии. Я называю эти континенты, вот эти страны, которые находятся за экватором, называют привет с другой стороны Земли. Расскажите, пожалуйста, насколько быстро от момента решения расисты могут быть готовы к применению тактического ядерного оружия. Отличается ли его хранение от обычных типов вооружений и какая специфика доставки к местам запуска. Какие у вооруженных сил Украины шансы по выявлению и устранению этого оружия. Ну, скажу так, что процедура может занять от нескольких часов до нескольких суток. Почему? Потому что, например, если будет принято решение тактического ядерного оружия, а именно артиллерийские боеприпасы, которых, опять же, по сообщению российских средств массовой информации, их с 2000 года не должно уже быть, они их все списали. Но, как говорится, чем черт не шутит, лучше быть готовым, чем оказаться в ситуации неожиданного применения. И, опять же, если это касается тактических ракет, например, точка У или комплекса Искандер уже не попадает под это, оперативно-тактический, тогда точка У. То тут доставка только займет, может занять несколько суток. Сама доставка контейнера в точку передачи. Если это будет что-то побольше, или, допустим, ракета воздушного базирования, то это может занять несколько часов. Но в любом случае, я уже рассказывал, идет команда, во-первых, надо принять решение. Путин боится единоличных решений. Он всегда делает это коллективно, для того, чтобы разложить ответственность. Мы будем об этом знать. Ну, западные разведки будут точно об этом знать. У нас шансы минимальные вычислить перемещение ядерных боезарядов. Шансы у западных разведок довольно высокие, для того, чтобы вычислить, потому что они мониторят места хранения ядерных боезарядов. Поэтому основная надежда, конечно же, на наших западных партнеров. Так вот, команда, должно быть принятие решения, команда пойдет по двум параллельным каналам, к месту хранения, к месту применения, и в ту часть, которая будет применять. Будет назначена точка встречи, определен тип заряда, который будет применяться, с места хранения его должны будут перевести в точку встречи. Это осуществляется специальными подразделениями, специальный конвой назначается для перемещения. Это может быть автомобильный, железнодорожный транспорт, но, как правило, в авиационный не используется, ввиду его высокой аварийности и уязвимости. Сбить самолет или везущий такой груз намного легче, чем, допустим, машину, которая где-то прячется по лесам и идет там проселочными дорогами, или специально проложенным маршрутом, так это называется. В точке передачи они передают подразделению, которое его будет применять, и то уже доставляет его на огневую или стартовую позицию. То есть, вот эта вот процедура, она может занять потом на стартовой позиции, если это ракета, головная часть ракеты, она должна быть смонтирована с носителем. И дальше уже ее готовность будет определяться там несколькими часами к пуску этой ракеты или к применению артиллерийского боеприпаса. Так что процедура довольно сложная, на каждом этапе, на любом этапе, если происходит сбой, процедура останавливается. Все надо запускать сначала, новые коды выдавать и новые подтверждения и так далее и тому подобное. Вот именно поэтому мы и говорим, что есть некая гарантия того, что Запад будет знать изначально об этом. И, соответственно, у Запада будет лаг по времени для того, чтобы принять контрмеры к недопущению этого. Я не думаю, что сегодня, я уже говорил неоднократно, еще раз повторюсь вам, что я не думаю, что Шольц или Макрон или Драги готовы сегодня получить еще один Чернобыль, будем так говорить. То есть, источник радиоактивного заражения в центре европейского континента. Если, допустим, даже если взять во внимание, что в России там все безбашенные и они готовы хватать этого, широко открытым ртом поглощать радиоактивный воздух, для того, чтобы выкрикивать лозунги типа «Россия встает с колен» или «Россия вперед», как они это любят, то я думаю, что в Европе к этому не готовы сегодня. И вряд ли будут готовы завтра. Они это прекрасно понимают, что радиоактивный дождь, я напоминаю, радиоактивный дождь Чернобыльского взрыва пошел в Голландии через 12 часов. Ночью рвануло, утром пошел дождь. Рабочие, которые шли на работу на атомную станцию, зазвенели в рамках проходной атомной станции. И все были в шоке, никто не мог понять, как же так, люди идут с улицы, они со станции выходят, извинит датчик радиоактивного заражения. Я не думаю, что Европа готова к повторению такого. Почему Европа и говорит все время, что они ответят, очень жестко ответят на выборки России в плане ядерного вооружения, но ответят комменциальным оружием, обычным вооружением, чтобы мы не скатились в ядерный апокалипсис. Тут не зрада, тут не надо обвинять Европу, что они, как Макрон сказал, мы ядеркой не ударим в ответ. Так это правильное решение. Они могут ударить обычным вооружением, но так, что Россия разлетится в дребезге. У них достаточно такой огневой мощи. Добрый вечер, пане Олеже. До вас запытания. Если в СЭШ будут застосованы ядерные спрои, то возможно, наше ППО сбыт и наследки цего. Да, даже здесь еще есть предохранитель в плане того, что вероятность сбить эту ракету у нас все-таки есть. Вероятность сбить эту ракету противоракетными средствами, допустим, западных стран, она тоже существует. Если будет раннее обнаружение пусков, то вполне может противоракета долететь из территории Польши для комплексов дальнего радиуса действия. Так что есть. Ну, я вам привел по, кстати, по крылатым, если это не баллистическая ракета, то по крылатым ракетам у нас шансы на 50 на 50. По баллистическим ракетам, ну, шансов очень мало. А сейчас с каждым днем, если мы начнем получать противоракетные системы, шансы будут увеличиваться. Так что даже на последнем этапе. Последствия сбитой ракеты с ядерной головной части, это главное следствие из этого, это то, что ядерный взрыв не произойдет. Вероятность проядерного взрыва будет равняться практически, практически будет равняться нулю. Произойдет, судя по тому принципу, как работает противоракетная оборона, ну, или как поражает противоракета, ракету, которую она должна сбить, то произойдет разрушение головной части и да, может быть эффект грязной бомбы на небольшой территории. То есть радиоактивные обломки упадут на землю. И надо будет провести рекультивацию в плане их поиска и вывоза и захоронения в специальном могильнике. Сегодня утром над моим домом пролетели два самолета, прям над проводами ЛЭП. Как я понял, это российские штурмовики прячутся от радаров. Скажите, пожалуйста, можно ли сбить такой самолет стрелковым оружием из автомата Калашникова или ПКМ, пулемет Калашникова. И еще, какая статистика по осколочно-пулевым ранениям в нашей войне против Российской Федерации? Какую защиту целесообразно носить солдату? Легкий кевларовый броник или все-таки плиты 5-6 класса? Спасибо за информацию. Ну, смотрите, самолет, да, можно сбить стрелковым оружием. Ну, насчет автомата и ручного пулемета, тут как бы вопрос очень специфический. Хотя для самолета даже поймать одну пулю может стать критическим. Может быть повреждена система управления, или он попадет в воздухозаборник и, соответственно, повредит крыльчатку двигателя. И в этом случае он может просто, получив технические неисправности, не дотянуть до своего аэродрома, упасть. Вот, так что вполне возможно. И всегда по возможности пехота открывает огонь по таким низколетящим целям. Лучше всего, конечно, крупнокалиберные станковые пулеметы, калибра 12,7, 14,5, 23 мм. Вот, вот, ЗСУ-23-2, очень эффективно. Пуля прошивает самолет, там же не столько сама пуля пробивает, сколько самолет насаживается на эту пулю, если он ее поймал. Вот, так что в этом плане, в этом плане даже стрелковое оружие представляет угрозу. Самолет не бронированный, и у нее даже нет противопульной защиты. Что касается статистики по осколочным и пулевым ранениям, к величайшему сожалению, такой статистики на сегодняшний день нет. Генеральный штаб ее не оглашал до сих пор. Есть данные по убитым, но данным по раненым и каково соотношение осколочных и пулевых ранений, к величайшему сожалению, сказать на сегодняшний день очень и очень сложно. Но скажу так, что подавляющее большинство ранений, то что можно сделать вывод из характера ведения боевых действий, подавляющее большинство ранений это осколочные, это минно-взрывные ранения, которые вызваны артиллерией и применением артиллерии и авиации противника. Пулевых ранений намного меньше. Такой интересный вопрос. Расшифруйте пожалуйста БПЛ, БПР, РГД и ДРГ и так далее. Это аббревиатура, я понимаю, что это военная аббревиатура, точно могу сказать, что ДРГ это диверсионно-разведанная группа, РГД это ручная граната, по-моему, Драгина, я вот не помню фамилию, там буква Д это фамилия, конструктора этих гранат. РГД-5, РГД-7 есть разновидности этих гранат. А вот БПЛ и беспилотник может быть, потому что три буквы аббревиатуры довольно, извините, но довольно сложно понимать о чем идет речь. Если бы вы написали хотя бы из какой области эта аббревиатура, тогда можно было бы ее легко расшифровать. Понятно, что БМП, БТР все знают, бронетранспортер, боевая машина, пехоты, а вот такие сокращения, которые применяются, извините, но расшифровать практически невозможно. Могут быть какие-то варианты, но опять же этот вариант не факт, что мы с вами думаем одинаково в плане вариантов расшифровки этой аббревиатуры. Поэтому то, что знаю, расшифровал, то, что не знаю, напишите, из какой области эта аббревиатура взята, или хотя бы из какого контекста эта аббревиатура взята, тогда мы поговорим с вами, что она может означать. Как вы думаете, может нам москитный флот надо, а в большей части подводный, ведь корабль это легкая цель. Во-первых, береговые комплексы по типу Бастион с дальностью 600 км и морская авиация для них, корабли, это легкая мишень. А вот подлодки этого всего не боятся, ну кроме противокорабельных вертолетов и торпед. Но для флота Мордора намного проблематичнее был бы именно такой флот. Все-таки подлодку сложнее найти, чем тот же фрегат. Я думаю, британцы с удовольствием нам бы продали штук 5 хотя бы в будущем. Вы знаете, я вот относительно флота скажу вам так, что тут надо, уже до конца войны мы ничего не изменим с вами. Никто нам там не продаст. У нас была возможность там фрегаты класса Ура купить, бэушные американские, помните, да, за год где-то до вторжения нам их предлагали. У нас мы заложили корветы несколько и вот сейчас первый там этот самый, точнее не корветы, да, корвет спущен на воду и сейчас дальше будет достраиваться в Турции. Нам два тральщика давали, ну и Великобритания предложила нам вариант москитного флота, мы вроде как на это согласились. Я думаю, что по окончании этой войны нам надо будет сделать новую переоценку ценностей в плане того, что сесть прописать, четко прописать вызовы стоящие перед страной и на основании этих вызовов составить перспективную модель вооруженных сил Украины, которая бы отвечала вызовам стоящим перед страной. В этой модели можно рассмотреть несколько вариантов, опять же отвечающих вызовам на море, вариантов создания флота Украины, ну и дальше по этому варианту действовать. Потому что вот видите, вы привели, а я вам скажу, что подводные лодки очень сложны и дороги в обслуживании, это раз. Второе, на сегодняшний день обнаружить подводную лодку вообще не проблема. Противолодочный вертолет бросает радиобуй и дальность у него обзора лодки огромная. Плюс есть противокорабельные, это самое, есть куча торпед, есть глубинные бомбы, минные поля, то есть каждая имеет свои недостатки и достоинства. Так что не факт, что нам может быть нужны, может нам надо вообще беспилотники подводные развивать, он как Турция делает. Они сейчас надводные и будут рассматривать вариант подводных беспилотников для поражения надводных, в том числе и надводных целей или подводных целей. Так что давайте дождемся уже победы, сейчас мы ничего не изменим с флотом. Сейчас мы могут только профильные институты, если у них есть такая возможность, заниматься теорией развития вооруженных сил. Прокомментируйте пожалуйста слова главы разведки Кирилла Буданова об окончании войны весной 23-го года с выходом на границы 91-го года. Насколько это реально? Ну я думаю, что главный разведчик страны что-то знает. Или во всяком случае он знает больше нас с вами. Поэтому у меня нет оснований для того, чтобы оспаривать слова генерала Буданова. Ну я думаю, что и надеюсь на это, что он основывает свои выражения, высказывания точнее, он основывает на тех знаниях, на том объеме информации, которые у него на сегодняшний день есть. Ну вот скажу так, вот приведу вам пример, на примере Херсона, то что я говорил в оперативной обстановке сегодня, что по данным того же Financial Times пишет, что мы можем на следующей неделе освободить Херсон. С одной стороны, звучит на уровне фантастики, правда? Глядя особенно на карту Дипстейта, мы понимаем, что до Херсона километров 20 еще надо пилить. И это не по пустой местности, а через рубежи обороны российских войск. Но с другой стороны, когда смотришь херсонские паблики, там оттуда каждый день уходят эвакуационные колонны, коллаборанты вывозят, семьи, администрация оккупационная сама покидает город, некоторых военных вывозят, имущество военное вывозят. И это вроде как наталкивает на мысль, что россияне понимают, что Херсон они не удержат. Не сегодня, а так завтра вооруженные силы Украины освободят Херсон. Поэтому я думаю, что генерал Буданов что-то знает больше, чем нам. И в принципе, я не могу сказать, что за все 6 месяцев или 7 месяцев войны он сказал что-то, что потом не подтвердилось или не соответствовало действительности. Ну, например, он говорил, что мы в сентябре будем, он сначала сказал в августе, потом сказал в сентябре, будем видеть изменения на фронте. 6 сентября началась наступательная операция на Харьковском направлении. Поэтому вполне вероятно. Ну и еще в догонку скажу, что если, допустим, завтра в России произойдет переворот, это вполне вероятная вещь на сегодняшний день. Да, вероятность ее может быть пока что еще мала, но она уже назревает где-то там в глубине российской элиты. То война может вообще закончиться за несколько дней. Да, будет серьезный всплеск, потому что я думаю, что первичную власть все-таки захватят радикалы. Обычно это так бывает. Радикально настроенные люди идут всегда на попытку, допустим, государственного переворота. Но дальше события могут развиваться вообще непредсказуемо. В плане и целостности самой России, и управляемости, самое главное, управляемости страной. В результате, допустим, попытки или осуществления отстранения Путина от власти может быть нарушена вертикаль система государственного управления. И тогда, да, ура, мы на белом коне, мы впереди. Так что давайте поверим в этот оптимистический прогноз главного разведчика Украины. Расскажите, пожалуйста, про ракеты «Тамагавк». Сравните их с «Калибром». Можем ли мы их получить в рамках «Лэнд Лиза». Я думаю, что да. Вероятность такую вообще исключать нельзя. По поводу ракет «Тамагавк» и предоставления их нам. Смотрите, основные характеристики «Тамагавка». Есть разные разновидности этой ракеты, сразу скажу. Есть даже, она твердотопливная, эта ракета. Дальность этой ракеты может достигать 2500 километров в различных модификациях. Потому что модификации существуют, там порядка до 10 модификаций «Тамагавка» на сегодняшний день существует. Максимальная дальность поражения 2500 километров для ракеты «Тамагавк». Головная часть ракеты может быть весом более 100 килограмм. 110 килограмм дают в основном. Но в осколочно-фугасном снаряжении она используется только в обычных конфликтах. Основное ее предназначение – это ядерный боезаряд. Ядерная голова может быть до 150 килотонн. Скорость ракеты дозвуковая, она летит точно так же, как обычный пассажирский самолет. Порядка 880 километров в час. Это максимальная скорость, которую может развивать ракета «Тамагавк». Они есть морского базирования и есть на сегодняшний день только морского базирования. Есть надводное и есть подводного базирования. То есть на подводных лодках и на эсминцах Соединенных Штатов Америки. Так что вот примерно такие основные характеристики ракеты «Тамагавк». И головка наведения, и инерционная навигационная система, плюс GPS-навигация. То есть ракета может корректироваться с помощью спутника. Может менять траекторию полета, может программироваться по различному маршруту. Точность этой ракеты, коэффициент кругового отклонения может достигать в разных модификациях. Максимальный коэффициент кругового отклонения ракет это 80 метров на 2500 километров. Это ракета «Тамагавк». Единственное, что видите, американцы оказались намного порядочнее, чем Российская Федерация. Они соблюдали договор о нераспространении ракет средней и малой дальности. Поэтому американцы на сегодняшний день, они сейчас только разрабатывают вариант «Тамагавка» для наземного базирования. У них нет «Тамагавка» наземного базирования. У них есть «Тамагавка» только морского базирования. Россия втихаря сделала калибр, и сделала калибр не только морского, но и наземного базирования. Кстати, это послужило поводом к тому, что Соединенные Штаты вышли из договора РСМД еще за полгода до его окончания. И принципиально узнав о разработках калибра сухопутного базирования, они принципиально вышли, потому что калибр нарушает этот договор. Пока был в России морской калибр, а морского базирования они ничего не говорили. Ну калибры теперь, основные характеристики, максимальная дальность у него полторы тысячи километров. И то это из числа заявлено, но мы реально видим, что он летит на эту дальность, потому как с Черного моря опускают калибры, они попадают в северо-западные областя, долетают до северо-западных областей Украины. Поэтому полторы тысячи. Есть еще, было заявление, что эта же ракета может лететь от двух до двух с половиной тысяч километров, но документального подтверждения этому нет. В основных тактико-технических характеристиках, в открытых источниках, такова дальность не указана. Там вообще указана дальность 300 километров у ракеты калибр. Это максимальная дальность этой ракеты. Есть пять разновидностей калибра, и вот самый распространенный, тот, которым пуляют по нам, это 3М14 модификация. Он тоже, система наведения у них одинаковая, как у «Тамагавка», так и у этой ракеты. Скорость полета у них примерно одинаковая, то есть порядка 800 плюс-минус километров в час, но она дозвуковая, то есть не более 900 уже нет, они не развивают. Головная часть у нее, у «Тамагавка» намного меньше, чем у «Калибра», у «Калибра» 450 килограмм тротила, у «Тамагавка» почти в 3 даже с лишним раза меньше. И точность, да, еще есть у нее радиолокационная головка самонаведения у «Калибра», то есть она корректируется. И, возможно, коррекция по данным системы ГЛОНАСС или GPS. Ну, ГЛОНАСС мы знаем не совсем сегодня в рабочем состоянии, хотя, может быть, ГЛОНАСС и покрывает территорию Российской Федерации и Украины в том числе. Хотя Украина не входила в этот договор, и у нас нет базовых станций для... И ГЛОНАСС, мы говорили еще в начале войны, что, скорее всего, русские не используют именно потому, что он на территории Украины не работает. Но, тем не менее, радиолокационная головка самонаведения по отражению контрастной цели, да, у нее есть. И она может корректироваться либо головкой самонаведения, либо системой GPS-навигации. В «Тамагавке» используются только две системы. Инерционная, то есть на основе гироскопа и местоположения в пространстве. Да, кстати, еще одна такая характеристика, высота полета ракеты «Калибр». Над морем 20 метров, над сушей 50-150 метров. Ну, то, что мы с вами и наблюдаем. У «Тамагавка» примерно такая же высота полета, даже меньше. У него 20-25 метров. «Тамагавка» вообще идет, как бы, крадется по верхушкам деревьев. То есть он менее заметный, чем ракета «Калибр». Так что примерно у них плюс-минус, вот основные характеристики я сказал. Но, на мой взгляд, «Тамагав» все-таки лучше. У него дальность полета больше. Точность ракеты примерно такая же. Вот. И, ну, у него и надежность, точнее безотказной системы, тоже лучше. Обе ракеты твердотопливные. Ну, вот такие вопросы мы сегодня осветили в этом видео. И сейчас мы переходим с вами к третьей части нашего видео. Это приветствия, которые вы прислали и которые сегодня прозвучат здесь. Итак, первым приветствием сегодняшнего дня будет следующее приветствие. «Оно из Германии. Баден-Баден. Немече названы». Вот так, коротко и ясно. Спасибо. «Я, я беженка из Харькова. Пережила ужасы бомбардировки, ранения мужа. Сейчас муж и сын в вооруженных силах Украины. Все будет Украина. Вас с наступающим праздником. Всего доброго и хорошего. Ну, всех еще раз поздравляю. Спасибо Богу и нашим усилиям. Слава Украине. Я молдаванка. Но с первых дней войны с вами. И день и ночь жду победы Украины. Мои приветствия снова из Бостона. Украина меня восхищает по сравнению с Америкой, где даже снег и ветер останавливают транспорт и вырубают электричество. А не то, что война. А у вас жесткая война и все восстанавливается в рабочем порядке. Мое уважение в вашей стране. Вот такое приветствие. С 24 февраля я слежу за событиями Российско-Украинской войны из Будапешта. Во многом на основе различной информации. Потеря украинского мирного населения, бессмысленное, жестокое уничтожение российской армии, судьба миллионов украинских беженцев сокрушает. Радует, что Украина себя не отступит. Ее армия будет мастерски противостоять российскому агрессору. Мое сердце бьется за Украину. Держитесь, победа будет за вами. Привет вам из Финляндии. Финляндия с Украиной. Очень переживаем. Спасибо за информацию. Запорежжя. Дякую вам всем за добрые желания. Дякую. Дуже тяжко, но вериму, перемога будет за Украиной. Все будет Украиной. Это означает, что все наши земли будут вернены. Я россиянин, и с самого начала болею за Украину. Привет из Днепра. Держимся. В первые дни войны уехала с дочерью в западную часть Украины. Через три недели вернулись. И сейчас в моменты обстрелов города бывает накрывают эмоции. Но уезжать уже не хотим. Собираем волю в кулак, включаем характер, верим в вооруженные силы Украины и в скорейшую победу Украины. Доброго вечера. Я хмельничанин. Постойно дивлюся. Працюю у Франции. Место Кале. И все, с кем спілкуюсь на работе, усы поддерживают Украину. Та украинский народ. Навіть эмигранты из стран Африки, которых тут очень много. Теж высловляют слова поддержки. Украина понад усе. Благодарим наших защитников и радуемся их успехам. Хотим через ваш канал поздравить с Днем Защитников и Защитниц Украины наши героические вооруженные силы. Пусть Господь оберегает и хранит жизни нашим защитникам. Желаем удачи, стойкости, терпения и крепкого здоровья нашим героям. Смерть оккупантам. Слава вооруженным силам Украине. Слава Украине. Я живу в США, но английский знают многие. У меня на телефоне, айфоне, есть приложение FirstEight. Хотя я проходила курсы оказания первой помощи, имеется ввиду медицинской, я загрузила это приложение на всякий случай. В критических ситуациях иногда трудно сразу сообразить, что делать. Может такое приложение будет полезно многим. Ну, посмотрите, что за приложение, если считаете нужным, можете себе его установить. Слава Украине. Украинцы, вы наикраще. Восхищался тем, как на днях в метро, в бомбоубежище люди пели красивые украинские песни. Такой народ не сломить. На днях в Молдове прозвучала песня у Лузи Червона Колына на румынском языке. И исполнила песню жена посла Украины в Молдове. Украина переможа. Ну, вот видите, у нас очень талантливые люди. Привет вам с Гвинея Бесау. В рейсе смотрю ваши выпуски. Помогаем вооруженным силам Украины. Останавливаем, отстаиваем нашу честь по всему миру. Украинские гражданские моряки на вахте. Пламенный привет еще раз из канадского Ванкувера. Любим Украину, болеем за нее и украинцев. Слава Украине, героям защитникам слава. Сам нахожусь в Польше уже больше лет, но переживаю, поддерживаю морально и финансово. Вношу свой вклад в перемогу. И тут Украина помогает Турции бороться с мелким воровством в их отелях. Украинским солдатам. Вы герои сегодняшнего дня. Литва горда тем, что может помогать вам всем, чем может. И будет помогать вам до вашей победы. Жаль только, что из-за чьей-то политики мы не стоим с вами плечом к плечу на поле боя. Ну вот видите, даже так. Слава Украине, спасибо за вашу борьбу. Вы боретесь и за нас в Литве, и за всю Европу. Произошел небольшой сбой с компьютером. Сейчас мы все устраним и продолжим. Привет из Улан-Батора. На днях заметил, как на монгольском твиттер-сообществе собирают средства для помощи Украине. Монголия с вами. Слава Украине. Витаю вас и дякую за вашу работу. Я беларусь, но живу в Японии, в городе Токио. С начала войны были все в шоке. Наша диаспора беларусов в Японии поддерживает и помогает всем украинцам, чем можем. Собираем деньги, гуманитарную помощь. Сейчас хотим договориться с известной японской фирмой Юникло о передаче вооруженным силам Украины термобелья в больших количествах. Очень ждем вашей победы. А наш усатый таракан и диктатор пусть готовит себе гроб. Слава Украине, низкий вам поклон. Вот такие вот пожелания от беларусов из Токио. Донецк, витаю. Дуже радую успехов в Збройных сил Украины. Верю у звільнення нашего места в виде оккупантів. Чекаю, коли замайорить наш прапорт на площади Донецка. Будет це. Добрый день. Очень большое спасибо за то, что вы рассказываете. Сколько могут... Но есть вопрос. Сколько могут военкомы зарабатывать деньги за справки и когда будут посадки? Или президенты его окружения не знают, что морякам за выезд нужно отдать 6 тысяч долларов. Студентам 7 тысяч долларов. Ну, я надеюсь, что нас слушают те, кто находятся во власти и те, кто в правоохранительных органах. Ну, коррупция никуда не делась. Скажу так. Она как была, так и есть. Ну, вот еще в пример приведу, знаю, с рассказов очевидцев, что, допустим, билет на поезд Киев-Варшава, там, стоит полторы тысячи, но купить его в кассах ЖД, в том числе интернет-кассах, невозможно. А вот в интернете за 3,5 тысячи его купить можно. И поезд едет полупустой. Люди добираются на автобусах или маршрутках до границы. Почему? Потому что они могут позволить себе билет за 3,5 тысячи. Да, вот это было бы очень хорошо, если правоохранительные органы и представители власти отреагировали. С этим надо бороться, надо что-то делать. Если эти факты правда и они подтверждаются, то да, надо сажать. Особенно в военное время. Надо жестоко наказывать за коррупционные действия. Спортивный самолет типа Су-26 и его импортные аналоги. Очень маневренный и достаточно быстрый. Более 300 км в час. Если установить на них шестиствольные пулеметы, ну, странно, вопрос попал в этот, пулеметные системы Гатлинга, получится очень эффективная машина для борьбы с дронами, камикадзе, мопедами, для защиты городов и дешево и эффективно. Ну, думаю, что вопрос вряд ли, потому что надо парк машин, техническое обслуживание, техперсонал, аэродромы, развитую сеть и пилоты, самое главное. А также надо им дежурить в воздухе, этим самолетом, для того, чтобы своевременно реагировать на те вызовы, которые появляются. И надо точно знать, в каком районе лететь и искать этот дрон или где его перехватывать. Так что, не думаю, что это... Это как способ, да, но насколько он будет эффективен, в его эффективности, допустим, я бы очень сильно усомнился. Привет из Канады, мы переможем. И вот, кстати, информационное такое сообщение по поводу мопедов, думаю, будет многим интересным. Мопед разработал не Иран, это хорошая копия американского дрона. Да, это правда, Иран сделал мопед на основе сбитого американского дрона. Более того, в нем масса деталей китайского и американского производства. Байден уже отреагировал, наложив санкции на микрочипы, которые использовались для этих дронов. Но Китай продолжает поставлять их в Иран, а тот уже в Россию. Вот такая вот схема от нашего зрителя. Слава Украине! Мы, как всегда, с вами, громада с Йордании. Усих витаемо с наступающим святом. Тримаемося. Мы переможемо. Слава Украине! Слава ЗСУ! Слава всему нашему народу! Вот такое очень интересное, которое, думаю, стоит озвучить. Смотрите, ситуация следующая. Пане Олеже, я уже писал вам з міста Хиросима, це Японія, раніше. Маю дуже нагальне прохання, хочу скористатися можливістю публічного зв'язку у вас на каналі, з вашого дозволу. Ну, я вам за любки допоможу. Незабаром в місті Хиросима пройде конференція під проектом «Мери за мир». Для цього до 17 жовтня потрібно зв'язатися ще з меріями Одеси та Коростеня. Бачите, Одеса та Коростень, вони не можуть зв'язатися. Наразі неможливо зв'язатися по гарячій лінії, зайнято. Якщо можливо, попросіть в ефірі наших громадян якось вийти на контакти цих мерій, крім гарячої лінії, або передати офіційним особам міст контактний номер в Японії, в місто Хиросима. Номер залишу нижче, можливо, можете оголосити його в ефірі. Це буде важливо, особливо з огляду того, що майбутнє засідання Ж-7 мусить пройти в Хиросима, в тому місці, де буде ця нарада з мерами, де, врагідно, будуть обговорюватися важливі питання по Україні. Завчасно дуже вам вдячна, з повагою з Японії. Дивіться, вона кажуть, що можна, я, контактний номер телефона буде в описанні цього відео. Тобто, у нас проблема, организаторів цього самміта, мэри городів Замир, который буде проходити в місті Хиросима, Японія, проблема связатися з Одессою, з мэриєю Одесси і мэром, і мэриєю Коростыня. Вот, хто має доступ к мэриї, я телефон в описанні напишу, пожалуйста, свіжитись. На цьому номері телефона є вайбер і є телеграм. Тобто, при наличі інтернета, звінок буде в пределах стоимости услуг інтернет-провайдера. І ще, тут ремарка, що ця людина, який належить ця людина, який належить ця людина, який належить ця людина, який належить номер телефона в Японії, і який буде на зв'язі, щоб переговорити з представителями мэрии цих двох городів, він розмовляє на білорусському і русському язіках. Ну, ця жінчина, она гражданка Білоруссії. Так що, можете бути уверені, що вам відповідат, і буде понимання вовремя общення. Вот така вот інформація на последок нашого с вами видео. Ну, посмотрим, як сработає географія моєго канала в плані оказання помощи і зв'язатися з двома мэриями наших городів для участия мэров в такой конференції «Мэры за мир». Так що, ну а я на этом буду благодарить вас за ваше время, що ви посмотріли це видео. Ще раз приглашаю підписатися на мій канал, нажати на колокольчик, щоб приходили уведомления о нових видео. Поставити лайк этому видео, якщо воно вам понравилось. Ну, а ми поблагодарити спонсорів і тих, хто підтримується канал за вашу підтримку. Благодаря вашій підтримці у мене є можливість записувати ці видео і доносити до вас ці інформацію. Ну, а ми з вами продовжаємо верити в Військові Силі України. Перемога за нами! Слава Україні!